Енот, а ты точно знаешь, что здесь живет пикстер-шеф? Конечно, Фиалка! Я на одном форуме специально для таких целей нашел, короче, целую статью о том, что вот там написано, короче, в этой статье, что в этом доме, кстати, подожди, вот он, ой, блин, кстати, что в этом доме очень часто появляется шеф-пикстер. Давай, короче, выходим, сейчас узнаем, дома он или не дома, надеюсь, что нет, вот, короче, ребята, в этом доме, который вот сзади нас, очень часто появляется шеф-пикстер, и у нас есть, так скажем, одно желание, мы хотим провести один очень интересный эксперимент, посмотреть, что будет делать пикстер-шеф, если запереть его в камере. Для этого нам нужно, собственно, его поймать, но поскольку это не просто, как бы, сделать, вот, мы придумали для этого ловушечку, вот, поэтому сейчас мы попытаемся пробраться в этот дом, установить ловушки, дождаться шефа-пикстера, если он вообще сюда приходит, вот, и потом посмотрим, получится поймать его или нет. Если поймаем, тогда поедем выполнять наш эксперимент. Ну, а вы, как бы, можете пока лайк поставить и все тому подобное, да, Фелка? Ну, конечно. Стой, 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 обязательно подпишись на канал и поставь лайк, а если напишешь комментарий, то получишь сердечко под ним. Короче, погнали, нам нужно сейчас аккуратно подобраться к окнам этого дома. Нам надо не с полицией понять, что его точно нету дома. Да, 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 я же говорю, нужно разведать обстановку, давай, знаешь что, давай с заднего два раза идем. Не-не-не, стой, давай лучше с заднего двора зайдем. Окей. Зайдем с заднего двора и посмотрим, что тут видно. Опа, она, да, здесь есть окна. Так, ну-ка. Офигеть, тут у него, слышишь, склад еды какой-то, видишь? Ого, какой большой, мне на год от того хватит. В натуре, слышишь, он шеф, видимо, ему надо очень много продуктов. Так, здесь ничего не видно, давай поищем еще окно. О, камера, ого, смотри. Смотри, камеры у него здесь есть. Он что, понял, что мы здесь, да, и поставил камеры? Не, не те камеры, фиалка, это эти видеокамеры, не камеры слежения, а которые видео записывают для шоу всяких. Он, походу, что-то снимает, слышишь? Интересно, что? Интересно, для кого он это снимает? Что, есть еще какие-то пикстеры, что ли? Слушай, ну, вот так вот, на первый взгляд, дома никого нет. Можно попробовать, короче, вскрыть ломиком дверь и пробраться внутрь. Ого, ты даже его с собой взял? Ну, конечно, я же полностью подготовился. И еще есть камеры видеонаблюдения секретные, которые скрытые. Можно их тоже будет установить. Не знаю, в доме или снаружи поставим. Я бы вот здесь поставил. Вот прям вот здесь. А он не заметит? Ну, в принципе, вот это его камера. Да, 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 в этом и прикол, понимаешь? Ладно, давай тут сейчас посмотрим. Последний разочек. Заглянем. Давай на всякий позвоним в звонок. Да не, фиалка, тут никого нету дома, слушай. Так, ну-ка. Опа. Есть контакт. Заходим. Заходим сюда и... Да, тут действительно пусто. Капец, давай смотрим дом шефа Пикстера. Давай. Офигеть. Как он помещается в эту кровать? Он же большой вроде как, нет? Для него это будет прям как односпальная кровать. Целая головка сыра тут лежит почти, прикинь? Смотрим, надкусил. И кружка, кружка с каким-то лимонадом или что это такое тут? Капец. Может быть лоб какой-то, но я пробовать не буду. Оп. Это туалет. Ого. Блин. Вот тут у меня, конечно... Такие большие двери. Очень много вопросов, но ладно. Оставим их, короче, на этот... На потом. Диван. В общем, все понятно. Ага, у него здесь, да, в натуре камеры возле кухни стоят. Смотри. Они выключены? Да. Точно, они выключены все. Ну, вроде экранчики тут не светятся, ничего не двигается. Короче. Я, пиксер-шеф, сейчас побудем готовить... Так, слышишь, давай, ладно, хорош дурачиться. Нам надо ставить ловушки. Что у него тут в натуре, круассаны и пончики какие-то. Офигеть можно. Ладно, все, давай, за дело. Смотри, значит, здесь есть дверь и вот здесь есть дверь. Нам нужно будет как-то это все дело сделать. Давай тогда я здесь... Ага, и сзади еще дверь есть. Как раз у меня три ловушки, слушай. Короче, я закладываю ловушку сюда. Так, потом заложим еще вот там и на входную дверь. Так, подожди, тут она мешает, камера. Блин, я смогу камеру передвинуть или нет? Ладно, я переставлю камеру. Сейчас, сейчас, погоди, я прям вот сюда в другое место поставлю. Думаю, здесь поместится. Во, все, поместилось. Так, теперь давай вот здесь. Угу. Показалось. Так, давай вот здесь теперь размещаем. Следи, если увидишь его, чтобы мы успели убежать. Хорошо. Надеюсь, не вызвали полицию, соседи, чтобы нас уже не забрали. Слушай, ну мы там вроде как беспалевно припарковались, поэтому особо париться не стоит. Все, давай выходим. Я сейчас ставлю ловушку последнюю вот здесь вот. И надеемся, что он попадет сюда. А камеры больше не надо? А зачем они нам? Нам надо, чтобы вот увидеть, как сюда подойдет. Хорошо, хорошо. Все, давай, выходи. Я сейчас ставлю здесь ловушку. Следи сзади, сзади следи. Хорошо. Давай, давай, давай. Никого нет. Никого нет, хорошо, замечательно. Все, ловушка установлена. Значит, вот эта дверка. Все, валим, короче, куда-нибудь за машину спрячемся где-нибудь или как? Ну да, типа, стоим там, тусуемся, разговариваем. Или знаешь что? Вот в этом доме вроде никого нет, можно спрятаться где-нибудь здесь. Точно, как в засаде. А машину, а машину сейчас мы перепаркуем, знаешь куда? Так, машину мы сейчас перепаркуем. Вот сюда, короче, под, под эту гаражную дверь. Так, тихо. Оп, вот так вот, вот так вот и вот так вот. Все, типа, короче, это наш дом. Оп. Все, нормально. А потом надо будет как-то затянуть шефа Пикстера, короче, в наш пикап. Хорошо. В кабину закинуть. Все, я, короче, открываю камеры. Так, ну-ка. И теперь, 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 ребята, мы можем следить за входом в дом шефа Пикстера. Пока его не видно. Фиалка, если увидишь его, сразу... Смотри, он идет... Да ну... Офигеть. В натуре это шеф Пикстер. Фиалка, смотри. Да он подходит. Он подходит. Ага. Так, что-то он остановился, слышишь? Что-то все это. Ключи еще, да? Не, 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 идет, идет, идет. Так, дверка. Опа. Зашел, по-моему. Нет, смотри. Так. Ух ты. Попался. Попался? Да. Думаешь, попался? Я бегу. Я бегу, так, хрюкает. Смотри, в натуре, походу, встрял в ловушку. Ага. Так, так, так. Иди-ка сюда, хрюндель. Так. Опа. Все. Ой-ой-ой, какой он злой. Теперь, теперь надо его в машину, Фиалка. В машину его надо будет затолкать как-нибудь. Капец. Давай, скотчем вяжи ему хрюндель, чтобы он не верещал. Тихо, тихо. Не нервничай сильно. Вот и все. Шеф Пикстер в клеточке. И сейчас, ребята, я объявляю о начале нашего эксперимента. Я так понимаю. Так, Фиалка, ты не подходи, а то он сейчас тебя как это затянет туда и все, капец. Ага, вот тащит еще. В общем, ребята, у нас начинается эксперимент. Шеф Пикстер, судя по всему, не очень доволен, если честно. Так, не будем подходить. Ну, что ты тут это хрюкаешь, блин, а? Нормально все будет, не переживай. Всего. Мы тебя отпустим потом. И пойдешь дальше в своем доме шоу снимать по круассанам. Вот, смотрите, друзья. Это его, так скажем, место жительства. Там у него есть такая кровать розовая. Потом вот такой вот книжный шкафчик маленький. Унитаз и умывальничек. В общем, выглядит как тюрьма. Но это не тюрьма, это эксперимент такой. Мы сейчас будем наблюдать за шефом Пикстером через камеру видеонаблюдения, которая там вот сверху установлена. Вот, будем смотреть, что он будет делать. И вот пока мы здесь стоим, он просто что-то ходит, хрюкает и в целом ничем не занимается. Посмотрим, что он будет делать, когда мы уйдем, Фиалка. Пойдем. Выходим сюда. Это у нас, так скажем, такое небольшое место, база. Вот. Здесь у нас для Нубика тоже. Но Нубик сейчас как бы уехал по делам. Вот. Поэтому мы с Фиалкой вдвоем тут шефа Пикстера поймали. Вот он офигеет, когда узнает, да? Да. Зайдет на канал, увидит видео, короче. Так, значит, все, смотри, Фиалка, нам надо, знаешь, что? Сейчас обезопасить себя и, собственно, весь этот эксперимент. Мы возьмем сейчас вот эти лазеры. Так, сюда. Слушай, ты думаешь, он будет слишком такой буйный? Подожди, откуда это там появилось? А что там? Там стоят... Куда ты чуть-чуть рубаешь? Не надо так делать. Нет, чуть-чуть. Капец, Фиалка, он чуть не выбежал. Смотри, сразу прибежал. Он поставил еще один рукомойник какой-то. Это знаешь, кухонный? Да, 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 да. Так, отходи, выходи. Я сейчас лазеры буду ставить. Так. Сюда делаем. Оп. Потом делаем сюда. И делаем вот сюда. Чтобы свин, короче, не пролез, мы сделаем вот такие вот лазерные здесь штуки. Он в целом толстенький. И так легко не пройдет, как я это прохожу все. Он, короче, что-то поставил, пока нас тут не было. Прикинь? А откуда у него? Не знаю. Давай посмотрим через камеры, чем он там занимается. Так. Значит, открываем камеру. Открываем вот эту третью камеру. Это она. Он печку поставил, Фиалка, смотри. Ого. Он же будет готовить? Я не знаю, откуда у него это все. Так, так, так. А ну, слышишь, зайди сейчас туда. Зайди туда, в эту комнату. Перед клеткой. Прям в комнату? Да, 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 да. Заходи, заходи туда, заходи. Сейчас будем наблюдать, что он делает. Вот он что-то держит в руке. Опа. Привет. Короче, слышишь, я понял. Походу, когда кто-то стоит, короче, вот в его зоне видимости, вот через камеры, он не знает, что мы за ним наблюдаем. И он что-то ставит. А когда, типа, ты сюда приходишь, то он перестает что-либо делать. Смотри, видишь, он просто ходит по клетке. Фиалка, осторожно, блин, сейчас в лазере попадешься. Я чуть-чуть попалась. Он меня напугал. Офигеть, блин. Так, ну пока что эксперимент идет нормально. Ты уж... Вот он достал, смотри, еще шкафы и ставит их. Блин, мне так интересно. Так, бери тоже на компьютере, открывай камеру и смотри. Хорошо. Офигеть. Так, так, так. Он поставил два холодильника. Ого. Держит какой-то... Столик делает. Что вообще происходит это? Офигеть. Интересно, сработает или... Так, он что-то еще достает. Что это такое? Это лампы. Ну, короче, я уже беру, да? Да, 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 давай, давай, давай. Так, ну-ка. Он еще добавил какой-то чайный сервис. Что такое? Что, не видишь меня? Сейчас, подожди, посмотрю. Нет, не вижу. Давай, давай, камеру открываю. Так, погнуло, короче. Давай, 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 давай. Ну-ка. Если, короче, он тебя сейчас не учует, то, по идее, он должен продолжать встать. А если учует, то перестанет что-либо делать. Так. Ну, пока. Я уже стою. Да я понял. Что-то он, слышишь, за этот, захрюкал, посмотрел в сторону выхода из камеры. И что-то, по-моему, ничего не делает. Может быть, он просто обдумывает, как сбежать. Нет, смотри, достал кастрюлю. Он тебя не видит, Фиалка. Он тебя не чувствует и не видит. О, мне удалось. Так, нормально, слышишь? Да вижу, диод, офигеть. Ну-ка, ну-ка. Что это у него еще такое? Какая-то бумага для пропитки чего-то. Он уже целую кухню построил там. Видимо, знаешь, Фиалка, у него, кажется, есть какая-то своя, вот, знаешь, как суперсила у супергероев. У него тоже какая-то своя особенность. Кажется, в любом месте, где бы он ни обитал, он может сделать кухню. Или вот так, что-то он захрюкал как-то резко, дерзко. Я буду молчать. Давай. Думаешь, он слышит все это? Не знаю. Хм. Что-то странное, что-то странное происходит. Это прям капец. Так, ну, целая кухня, как бы, здесь уже стоит. Что-то он еще берет, смотри. Офигеть. Стулья достает какие-то. Как он это делает? Может, он как этот, какое-то магическое, у него есть этот, карман или что-то такое? Я думаю, у него просто есть чувство стиля. Вот, понимаешь, как у меня. Так не, суть не в чувстве стиля. Суть в том, что он откуда-то достает все эти вещи. Как он с собой пронес холодильник, фиалка? Два. Он такой пухленький. То есть ты хочешь сказать, что вот у него две морды, типа нижняя морда сожрала два холодильника, четыре стула, четыре части столика, чайный сервиз, рукомойник, печку, вытяжку, пять шкафов, лампу, буржуйку, в конце концов. Ну а что? Опа, он начал готовить, фиалка. Торт сделал. О, ты. Я так хочу его попробовать. Слушай, а если ты быстро забежишь в камеру и украдешь торт, что будет? Он меня сожрет. Попробуй, попробуй быстро забежать. Он сейчас не смотрит в твою сторону. Хорошо, я быстро забежала. Давай-давай-давай, забежала. Опа. Фиалка, сиди. Сейчас я тебя освободить попробую как-нибудь. Так, сейчас я иду к тебе. Ааа, что он расхрюкался, блин? Давай это тут. Что устроил? Ух ты, е-моё. Я тебе сейчас как этот. Похрюкал, плацну. Зелька закончится? Зелька закончится? Фиалка, давай выбегай. Выбегай, выбегай. Ааа, блин. Дверь закрыл. Ты выбежала, нет? Да. Выбежала? Да. Капец. Он чуть не вырвался, блин. Он прям тут был. Вот это, это попадалова. Торт забрала? Да, да, да. Я забрала. Ха. Грабанули, слышишь? О, он какую-то кастрюлю туда поставил. Так. Ага. Кажется, ему все равно, что мы здесь теперь или что? Ну-ка. Ну-ка. Стоит. Стоит что-то возле плиты. Может, он что-то варит там особо. Ладно, давай, короче, назад. Мы провели, так скажем, маленький подэксперимент и убедились в том, что шеф Пикстер не видит и не чувствует игрока, если он под эффектом невидимости. Это прикольно. А на торт ты хочешь посмотреть? На торт хочу. Сейчас, подожди, где? Вот, смотри. О! Без тарелки, правда, ну ничего. Как хватило, знаешь, мне было мало времени. Я там чуть ли того... Помятый немного. Так, 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 подожди, что-то он там хрюкает. Я видел, он сварил борщ, короче, нифига себе. Борщ? Что он тут сделал? Офигеть, Фелка, он костер тут развел. А ну, я хочу посмотреть. Давай, иди туда, смотри, там, слышишь, целый, короче, костер и вот это, знаешь, как эти походные всякие котелки, блин. Офигеть, он прям масштабно готовит. Он курицу пожарил, офигеть. Так, 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 все, шеф. Берется за работу и начинает, короче, делать всякие штуки. Офигеть можно. Он уже сварил борщ, варит какой-то еще суп. Что такое? Как ты думаешь, он нас накормит? Ну, ты и так, как бы, тортик взяла, Фелка. Ну, а я что-то попробовала. Мы, короче, я думал... Подожди, он еще один торт испек. По-моему, такой же. Ну, или почти такой же. Ну, выглядит, по крайней мере, очень похоже. И не помятый, между прочим, на тарелочке. Так, хрюкает что-то там. Процесс идет у него, офигеть. Нормально так. Нормально. Он уже полностью обжил, короче, эту камеру. И, кажется, ему тут даже неплохо. Возможно, ему даже нравится. Надеюсь. Интересно, он понимает? А вдруг он у нас останется и будет жить с нами? Ну, это, по-моему, уже преступление. Мы взяли его только для эксперимента. Поэтому... А вдруг ему понравится, и он сам захочет у нас остаться? Ну, смотри. Короче, слышишь, я думаю, эксперимент можно завершать. Потому что мы уже посмотрели все, что он делает, походу. Он просто начинает создавать еду до бесконечности. Варит супы, печет торты, жарит всякое мясо. Сейчас еще, может, что-то будет делать. Пока что не знаю. Пока что ходит. Еще стулья добавил. Что-то у него такое. Что это у него такое? Я не понимаю. Какая-то миска с супом или что это такое? Он, походу, сам суп ест. Слышишь? Вкусненько. Как там пахнет. Прикол. Прикол. Шеф Пиксер, короче, ходит туда-сюда и все. Ладно. Я, короче, зато... Чтобы его потихоньку, как бы, этот... Наверное, усыпить как-то надо и отнести обратно домой туда. Согласна? Ну, он же... А потом мы сможем съесть все, что он приготовил. Да. Слушай, ну он же усыпляется этим сыром. С сыром? Да. Нифига себе. Я думал ему какое-нибудь снотворное дать. Не, с сыром надо. С сыром? Да. Ну, не знаю. Сейчас будем пробовать. Короче, ребята, пишите, как вам такие эксперименты в комментариях. Вот. Мы сегодня следили за шефом Пиксером через камеры видеонаблюдения. Узнали, что у него, так скажем, за особенность. Он просто в любом месте из ничего создает кухню. Рабочее пространство для своего вида деятельности. То есть он как бы шеф, правильно, начинает всякую еду готовить. И он ее просто готовит до бесконечности. Вот прям сейчас откроем камеры, посмотрим, что у нас тут. И по-любому еще что-то добавить. Вот уже воду включил. Смотри-ка. Воду включил. Что-то дальше он делает. Не останавливается, короче, ни на секунду. Постоянно что-то готовит. В общем, пишите в комментариях, что бы вы сделали. Оставили Пикстера-шефа здесь сидеть до конца дней своих, чтобы он вечно готовил еду, типа, и самим ее есть. Вот. Либо же отпустили его обратно домой. Вот. На этом все. С вами, как всегда, были мы, профессионал енот и фиалка. Если понравилось, ставьте лайки. И, конечно же, не забывайте подписываться на канал. Всем, ребята, до скорой встречи. И пока-пока-пока-пока. Пока-пока.